На рынке недвижимости сезон распродаж. Цены продолжают пикировать и такого падения не было с 2013 года, почитали аналитики Ранкинг Киезет. Сильнее всего подешевело новое жилье чуть больше 3% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра в новостройках по стране составляет чуть меньше 250 тысяч тенге. В мае ценники рухнули в северных регионах, в Павлодаре, Кокшетау и Астане. А вот в Алматы, наоборот, поползли вверх. Почти то же самое наблюдается на рынке вторичного жилья. Здесь в среднем просят 185 тысяч тенге за квадратный метр. И вновь снижение стоимости зафиксировано в Павлодаре, Кокшетау и Актау. Неудивительно, что именно в этих регионах продажи подскочили. В целом же предприимчивые казахстанцы заметили такую благоприятную тенденцию и заключили 63 тысячи сделок с начала года, что на треть превышает прошлогодний показатель. С чем связаны колебания цен на рынке недвижимости, мы решили узнать у специалиста. С нами на прямой связи Нина Лукьянинга, вице-президент Ассоциации риэлторов Казахстана. Итак, Нина Борисовна, добрый вечер. Скажите, действительно ли квартиры дешевеют и почему так происходит? Нина Борисовна, добрый вечер. На самом деле сейчас происходит объективный процесс корректировки цен в сторону понижения. Весь рынок разделился на две составляющие. Это новое жилье, так называемые новостройки, которые продают застройщики из первых рук. Цены на них продолжают сохраняться, то есть на них никак не влияет в целом покупательская способность. Цены держатся, разве что находят дополнительные механизмы для потенциальных покупателей. Такие как рассрочка, такие как совместные акции вместе с банками второго уровня, когда можно купить квартиру по ипотеке по сниженной процентной ставке. Что касается вторичного рынка недвижимости, то очень много переоцененной недвижимости осталось после последнего витка девальвации. Поэтому на самом деле сейчас идет серьезная корректировка цен на эти объекты в сторону понижения. А вот ситуация по Алматы. Правы ли аналитики говорят, что жилье здесь дорожает? Ну, здесь я не могу подтвердить, что эта информация соответствует действительности. Здесь вся та же самая ситуация, которая распространяется на всю республику. Вторичная недвижимость до сих пор остается переоцененной на фоне тех самых новостроек, которые были введены в эксплуатацию за последнее время. Поэтому все, что касается вторичного рынка недвижимости, там есть два вида продавцов. Так называемые мотивированные продавцы, которые понимают ситуацию, готовы идти навстречу потенциальному покупателю, готовы делать определенные скидки. И эти объекты, они продолжают продаваться, цены по ним, можно сказать, что стагнируют. Что касается переоцененных объектов, то они будут продолжать свою тенденцию к снижению еще долгое время. А так что же делать с потенциальным новоселом? Ждать или покупать сейчас, пока цены снова не выросли? Ну, надо отметить, что на сегодняшний день очень много продуктов, которые позволяют покупателю приобрести недвижимость выгодно. Во-первых, скорректировалась цена в сторону понижения и скорректировалась достаточно серьезно. Во-вторых, появилось много, как я уже сказала ранее, появилось очень много механизмов, которые позволяют покупателю приобрести квартиру выгодно. Поэтому здесь, конечно же, нужно иметь в виду, какая ситуация непосредственная у покупателя. Возможно, он сейчас снимает квартиру в аренду. И тогда есть смысл приобрести недвижимость в собственность по вот таким вот удобным, приятным ценам. Более того, включилась программа Нурлыжол, когда происходит субсидированная ипотека со стороны государства. Эта программа никак не ограничивает потенциальных покупателей. То есть у нее нет никакого порога и нет никаких ограничений для того, чтобы в нее войти. Это очень-очень выгодный продукт, при котором, если в среднем банки второго уровня выдают ипотеку под 16% годовых, то государство готово финансировать на протяжении 10 лет ипотеку в 6%. То есть фактически 6% платит за вас государство, и конечный продукт вам обходится под 10%. Отсюда вывод. Покупать сейчас или покупать потом? То есть такие продукты, как правило, бывают ограничены. Такие акции от государства у нас на сегодняшний день впервые. Поэтому каждый покупатель должен подумать для себя лично. Имеет он возможность воспользоваться таким механизмом, или же у него есть необходимость в дальнейших ожиданиях. Благодарю вас за подробную информацию. О тенденциях на рынке жилья рассказала вице-президент ассоциации риэлторов Нина Лукьяненко. Продолжение следует...